Привет, друзья! В эфире новогодний выпуск Сибирского Федерального Университета. И ведем его мы, Илья Киркс. И Наталья Лахтева. Здравствуйте! Илья, ты знаешь, я тут подумала, съемочная группа ТВСФУ так много трудится, трудится. А давай мы им праздничный ужин приготовим. О, хорошая идея. А что будем готовить? Ведь хозяйка этого года – коза. И она такая привередливая, ну, прям как ты. Ой, ну вот, ну не надо. Я, кстати, в одном журнале прочитала, что новогоднее меню должно быть молочным или овощным. А так как коза – животное, травоядное, то на столе должны присутствовать салатики или фрукты, ну, или мои любимые ферроженки. Наташа, Наташа, ну не увлекайся сладким. А как же мясо? Ведь у нас половина съемочная группа парней. Ну, подожди, сейчас дойду до этого. Коза, как ни странно, любит говядину в любом виде. Вот ее и приготовим. Отлично. Доставай продукты. Наташа, а ты никогда не задумывалась, как наши преподаватели празднуют свой Новый год? Ты знаешь, если честно, всегда хотелось одним глазочком хотя бы посмотреть. Ну, тогда приготовь свой один глаз. А лучше, конечно, два, чтобы ничего не упустить. Ведь Мария Деметьевна побывала в гостях у Ирины Добрушиной и разузнала все критики ее празднования Нового года. Я сегодня решила, нет, не составлять списки дел и не бегать по магазинам, а съездить в гости к преподавателю отделения журналистики Ирине Васильевне Долгушиной и узнать, как она готовится к предстоящим праздникам. Президент Ассоциации телевещателей и телепроизводителей Красноярского края Енисей ТВ Ирина Долгушина студентов дома принимает нечасто. Но сегодня с увлечением рассказывает о планах на праздничные выходные. Будет куча фейерверков. Мы будем выходить вот сюда вот во двор и будем стрелять, и с соседями перекликаться, перекрикиваться и выпендриваться, у кого круче салют, у кого выше полетело, у кого ярче горело. А вот Шакира, хоть зиму не любит, потому что мерзнет, тоже ждет Новый год, чтобы охотиться за игрушками на елке. Хочется хорошо причесаться, хорошо одеться, еще раз повторяю, красивый стол. Вот это традиции незыблемо. Прежде чем проводить нас, Ирина Васильевна вместе с Шакирой поздравили всех с наступающим Новым годом. Пусть в Новом году будет больше интересных, прекрасных встреч, новых знакомств. И чтобы дома все было хорошо, и чтобы вас встречали дома родные, близкие, и вот такие вот славные домашние животные, которые становятся членами семьи. С Новым годом вас! В гостях у Ирины Долгушиной были Мария Деметьева и Андрей Шицов. А еще я читала в журнале, что на стол нужно выставлять деревянную посуду, потому что символ года деревянная коза. Ага, а потом ее еще и мою, лучше, конечно, одноразовую. Илья, ну вот ты лентяй, а! О, бей-бей-бей! Ты что, не ведешь на себя как маленький, прям как моя сестра двоюродная? О, кстати, о сестре. Смотри, какую я ей классную игрушку купила. А ты ничего не перепутала? Год козы же, почему овечка? Так, Илья, не перепутала. А Настя с бабушкой сейчас тебе как раз-таки об этом и расскажет, почему овечки и козочки сейчас так популярны. А вы знаете, что талисман наступающего 2015 года сразу два животных? Нас ожидает год козы или овцы, как кому нравится. Кстати, именно в этот год родились гениальные поэты Александр Пушкин и Сергей Есенин. Впрочем, у иудеев существовал обычай – обвинять козлов во всех грехах. А вот в стадах овец драки случаются крайне редко. И вообще овцы считаются очень пугливыми животными. Давайте разберемся, какой же нас ожидает год. Спросим об этом у студентов и профессионального астролога. Девушка, расскажите, какой символ 2015 года? Коза и бараж. А почему? Вы знаете, почему два символа в один год? Нет, предыстория даже я не знаю. Расскажите, какой символ 2015 года? Коза и овца. А как вы думаете, почему два символа олицетворяют один и тот же год? Очень похожи животные между собой. Существует древняя восточная сказка, согласно которой как раз есть объяснение тому. Прежде чем Будде отправиться в Мирюной, он позвал к себе всех животных, которым в знак отличия предложил название одного года. И откликнулись как раз 12 животных. Прежде чем попасть к нему на прием, нужно было переплыть огромную полноводную речку. И потом на берег опустился очень-очень сильный туман. И поэтому Будда не смог разглядеть, кто вышел на берег восьмым, собственно, коза или овца. Поэтому у этого года два символа. Илья, а у меня для тебя есть подарочек. Мэри Крисмас. О, спасибо. А чего ты на английском заговорила? Ну как, мы журналисты должны знать английский. И много ты слов знаешь. Ну там, гудбай, хеллоу. Да, не густо. В математике то английский лучше тебя знают. Да? И откуда ты это знаешь? Это не я знаю. Это Валерия Черникова знает. Она побывала на праздновании Нового года среди студентов СФУ, где ребята представили свои творческие номера на английском языке. Золушка, чтобы попасть на бал, становится принцессой. А наши студенты, чтобы попасть на сцену, англичанами. Мэри Уинтер Пати – это шоу театрализованных постановок. Если ты студент первого или второго курса, то тут тебе точно скажут «велком». И неважно, инженер ты, математик или юрист, потому что эта вечеринка как раз для тех, кто изучает английский не как профильный предмет. В этом году свои мини-спектакли показывают 17 институтов. С английским ребятам помогали преподаватели-предметники. А вот искусство театрального мастерства они познавали самостоятельно. И оказалось, не оплошали. Тема этой вечеринки – «Winter Fairy Tale» или «Зимняя сказка». Студенты неязыковых специальностей уже третий год выходят на сцену демонстрировать свое знание языка. Обычно праздник проходит на разных площадках, а в этом году все институты объединили свои усилия. Развлечение и новогоднее настроение – не единственная задача театрального шоу. Привлечь внимание к иностранному языку, повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка. Тем более, я знаю, что не нужно думать, что будущие инженеры или военные, или психологи не знают иностранного языка. Все не знают иностранный язык, они хотят на нем говорить. Для кого-то играть роль перед зрителями – настоящее испытание. Помнить текст, уверенно держать себя, доносить не только смысл своей речи, но и эмоции персонажа. Никому не надо рассказывать, как это сложно, но в постановках принимают участие и уже опытные артисты. Знаете, я практически всю жизнь танцую, участвую в подобных концертах, и у меня даже такое чувство легкой ностальгии, что я опять в коллективе, опять это предконцертное, такое волнение легкое, опять краситься, кудри завивать. Учите языки и веселитесь! Спектакли смотрели Валерия Черникова и Андрей Шицов. Наташа, а ты знаешь, что перед Новым годом люди подводят обычные итоги уходящего? Ну, конечно, я всегда так делаю. А вот или ты, как студент СФУ, какие итоги можешь подвести? СФУ стал партнером крупнейшего форума Сибири и Дальнего Востока, 9-го Красноярского экономического форума. Сибирский федеральный университет стал организатором и площадкой для проведения Дней науки Красноярского края. А мне тем, что Сибирский федеральный университет вошел в список 500 лучших вузов мира. А еще команда СФУ на международном конкурсе по публичному праву заняла второе место среди российских университетов, а также Сибирский федеральный вошел в топ-15 лучших вузов страны. Ну, по-моему, это все, что хотелось бы сказать. Не переживай, то, чего мы не вспомнили, нам расскажет Алена Мартыненко. Любимая, выходи за меня сам. Где-то я уже это слышала. Точно! Как я могла забыть, прошу слово, это все любимый конкурс студентов. Прошу слово «два», называемый взрослым в 2014 году, заставил зрителей проследиться не только от смеха. Институт математики и фундаментальной информатики по очереди озвучивали цифры от одного до пяти, и каждый как-то привязывал их к важному событию своей жизни. Последним говорил Антон Борькин, сотрудник Центра студенческой культуры СФУ. Он произнес пять слов, которые могут изменить жизнь. И на глазах всех зрителей он сделал предложение студентки Института психологии, педагогики, социологии Анастасии Кошенок. Такой финал взорвал зал, зрители аплодировали стоя. Самое грандиозное событие уходящего года – это, конечно же, Всемирная Олимпиада в Сочи. Пять студентов СФУ и один выпускник Института физической культуры, спорта и туризма были выбраны кандидатами в Олимпийскую национальную команду и принесли России множество медалей. Магистрант СФУ Евгений Устюгов стал бронзовым призером в индивидуальной гонке по биатлону. Еще Красноярск был выбран столицей Зимней универсиады 2019, а ректор СФУ Евгений Ваганов вошел в состав Оркомитета по подготовке и проведению 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. 10 сентября торжественно открыли первую очередь комплекса общежитий в Узовске. Это два 25-этажных дома на правом берегу Енисея. А всеми любимая 22-я общага стала абсолютным победителем Всероссийского студенческого конкурса, обогнав полтысячи претендентов со всей страны. 21 мая Сибирский федеральный университет стал призером открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных организаций высшего образования в названии «Вуз здорового образа жизни». А еще студенты провели Дни донора, где набрали 620 литров в крови и организовали «Грин Проджект», где собрали 13 тонн макулатуры. А самое удивительное, что студенты СФУ даже умудрились установить рекорд России. С 1 сентября почти 2000 человек выстроились так, что с высоты птичьего полета можно было прочитать СФУ. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». «В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была». Метель ей пела песенку, спит елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка-зайка серенький под елочкой скакал, порою волк сердитый, волк рысцою пробегал. Порою волк сердитый, волк рысцою пробегал. Везет лошадка дровенький, а в дровнях мужичок, срубил он нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла, и много-много радости детишкам принесла. Дорогие коллеги, сотрудники Сибирского Федерального Университета, поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Поздравляем вас с праздником снега! И колючих еловых ветвей! И ночного волшебного света от гирлянд разноцветных огней! И когда от одной простой свечки вдруг становится сразу теплей! Это праздник застолья и песен! Мандаринов, конфет, оливье! В эту ночь мир становится тесен! Отпуляй и веселой толпе! Пусть ваш дом обходят все ненастия! Исполняются ваши мечты! Счастья, здоровья вам и новых совершений! Мудрых решений и продуманных действий! Верных друзей и надежных партнеров! Пусть невозможное станет возможным! И пусть все самое заветное и сумасшедшее обязательно заводится! С Новым Годом! Это был новогодний выпуск нашего любимого студенческого телевидения! С вами были Илья Керпс и Наталья Лаптева! Пусть этот Новый Год будет радостным и незабываемым! Пусть он будет наполнен любовью и приключениями! Увидимся в Новом Году! До встречи! Ребята, у нас все сюда! С Новым Годом! Ура! Все, бегаем!